Ботулизм – это острое, инфекционное, смертельно опасное заболевание, причиной которого является ботулотоксин бактерии кластридиум ботулином. Токсин, вырабатываемый палочкой ботулизма, по силе действия превосходит все другие бактериальные токсины и химические яды. Симптомы ботулизма, как правило, развиваются стремительно. Основные из них – тошнота, тахикардия, вздутие живота, запор и афония, сопровождающиеся поражением центральной нервной системы, параличом и порезом отдельных мышц. Различают три основных вида ботулизма. Кластридиум ботулином является анаэробной бактерией. Это означает, что она может развиваться только при отсутствии кислорода. Пищевой ботулизм развивается в случае, когда бактерии растут и вырабатывают токсины в пищевых продуктах до их потребления. Кластридиум ботулином образует споры, которые широко распространены в окружающей среде, включая почву, а также речную и морскую воду. Рост бактерий и выработка токсина происходит в продуктах с низким содержанием кислорода и при определенном сочетании температуры хранения и параметров консервации. Чаще всего это происходит в пищевых продуктах, консервированных или бутилированных в домашних условиях. Таких как консервированные домашние грибы, мясная домашняя консервация, вяленая рыба, домашние колбасы. Несмотря на то, что спор к лостридиум ботулином устойчивы к высоким температурам, токсин, вырабатываемый бактериями, разрушается при кипячении в течение более 5 минут. Первые признаки ботулизма у людей появляются спустя 5-12 часов после попадания токсина в организм. В единичных случаях клиника может проявляться спустя 7-12 дней. Детский ботулизм развивается в основном у детей в возрасте до года. В отличие от пищевого ботулизма, вызываемого потреблением уже выработанных токсинов в пищевых продуктах, детский ботулизм развивается в случае, когда дети проглатывают споры, из которых развиваются бактерии, колонизирующие кишечник и выделяющие токсины. У большинства взрослых людей и детей старше 12 месяцев этого не происходит, потому что естественный защитный механизм кишечника предотвращает прорастание спор и рост бактерий. Клинические симптомы у детей грудного возраста включают запор, потерю аппетита, слабость, измененный плач и четко выраженную утрату способности держать головку. Существует несколько вероятных источников инфицирования детским ботулизмом, но определенное число случаев заболевание связано с медом, зараженным спорами, поэтому родителям не следует давать мед детям в возрасте до 1 года. Раневой ботулизм развивается редко в случаях, когда спора попадает в открытую рану и способны размножаться в анаэробных условиях. Симптомы схожи с пищевым ботулизмом, но могут проявляться через 2 недели. Эта форма болезни часто связана с наркоманией, в частности с инъекцией, героином. Желудочно-кишечные проявления. Начало заболевания во многом напоминает острое отравление. Резкая боль в животе, рвота, понос, сменяющийся запором, общее недомогание и повышение температуры – это основные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Также больной жалуются на отсутствие четкости зрения, наличие мошек, сетки перед глазами и размытость контуров. Характерным данным случаем является синдром дальнозоркости. Больной плохо видит близлежащие объекты и очень четко дальние. Дыхательное расстройство, нарастающая одышка, учащение пульса. При прогрессировании заболевания у больных появляются проблемы с глотанием, нарушение речи и дыхание. Появляется двоение в глазах и тяжесть в веках. На доврачебном этапе лечения необходимо выполнить промывание желудка, прием энтеросорбентов и сифонную клизму. Чем раньше будет начато лечение ботулизма у человека, тем более благоприятен исход заболевания. При раннем введении противоботулинической сыворотки прогноз благоприятный. Применение ее особенно эффективно в первые три дня после начала заболевания. Без применения современных методов лечения летальность может составлять от 30 до 60%. Смерть, как правило, наступает от паралича дыхательной мускулатуры и последующей гипоксии. Своевременное лечение болезни снижает процент летальности до 10%, а в специализированных центрах до 3-4%. При отсутствии возможности проводить искусственную вентиляцию легких погибает 65% заболевших. Восстановление после ботулизма происходит до нескольких месяцев. В первую очередь это касается мышечной силы и глазных проявлений. Нарушения со стороны нервной системы и работы внутренних органов, как правило, проходят бесследно. Для того, чтобы избежать заболевания, необходимо соблюдать все меры профилактики. Не рекомендуется консервировать в домашних условиях грибы, мясо, рыбу и зелень. Для консервирования надо использовать только свежие фрукты и овощи. Недопустимо консервировать лежалые испорченные плоды. Необходимо тщательно мыть овощи и плоды, если их поверхность загрязнена землей. Пользоваться примитее щеткой. Строго соблюдать правила стерилизации банок, крышек и режим тепловой обработки продукта в домашних условиях. Хранить домашние консервы при низких температурах. Также следует помнить, что вздутые крышки консервов свидетельствуют небезопасности продукта. Не рекомендуется покупать на рынке или с рук приготовленные в домашних условиях консервированные грибы или овощи в банках с закатанными крышками. А пока на этом все. Берегите себя и не болейте. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok